МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чем чище ваша печь, тем меньше топлива вы расходуете для того, чтобы отопить ваш дом. Как сэкономить на дровах и не попасть с водки МЧС. Чистый город. Надеюсь, что этот красивый уголок нашего города станет еще лучше после усилий наших ребят. Учащиеся в бобруских колледжах навели марафет. Где? А также строительные нормы. Большой концерт и хмурые выходные. Синоптики обещают дождь и туман. Какой будет температура? В Беларуси выздоровели и выписаны 85 982 пациента с COVID-19. Зафиксировано 97 499 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 2 470 207 исследований. Такие данные приводит Минздрав. Белорусские участники исследований российской вакцины против COVID-19 спутник ВИК, которые получили первый компонент препарата, чувствуют себя удовлетворительно. Об этом заявили ведомстве. В скрининг прошли 109 пациентов. Из них вакцинированы 100. 9 отборные прошли по разным причинам, в том числе из-за повышенной температуры. Через 21 день будет введен второй компонент. Все добровольцы наблюдаются в течение 180 дней с момента первой вакцинации. Готов печь к сезону. В Бабруйской районе с начала этого года зафиксировано 20 пожаров, причиной которых стала неисправность печного оборудования. Как подготовить главный источник тепла к зиме и не попасть в водки МЧС, расскажет Анастасия Шевцова. Надежда Самкнулова любит отдыхать на даче не только летом. Частенько вместе с мужем заглядывают в свой домик в пригороде Бабруйской и осенью. Первым делом семейство проверяет главный источник тепла – печку. Смотрим, чтобы не было никаких нидей дыр, чтобы все было заделано, чтобы дым не проходил. Когда камин топим, так у нас стоит специальная сетка. Важная часть подготовки к отопительному сезону – чистка дымохода. Осевшая на стенах трубы сажа мешает оптимальному выводу дыма и правильному горению топлива, вследствие чего может возникнуть пожар. Чтобы избежать беды, специалисты рекомендуют проводить чистку хотя бы раз в год. Однако делать такую процедуру самостоятельно не всегда безопасно. Лучше вызвать профессионалов. Чем чище ваша печь, тем меньше топлива вы расходуете для того, чтобы отопить ваш дом. Бывают такие случаи, когда поднимаешься и видишь, что балки крыши, они уже все в саже и даже имеют уже такой момент, как уже обугленные они. То есть, ну, буквально люди находятся на самом деле в большой опасности, потому что их печь в непригодном состоянии. Сама процедура не займет много времени – от 30 минут, но сможет спасти имущество и даже жизнь. В этом году причиной четверти пожара в Бобруйском районе стала неисправность печи. Спасатели неустанно напоминают и о правилах эксплуатации. Самое важное, что нельзя делать, первое, это хранить на печи различные вещи, сгораемые материалы, в общем, скажем так. Растапливать печь бензином, керосином, в общем, легкоусловняющимися жидкостями. И нужно правильно печь топить, то есть протапливать ее периодично. Это позволит избежать перекала печи и появления трещин. Также, говорят спасатели, необходимо прибить притопочный лист или залить негорючее основание. Подойдет цемент или плитка. Подготовиться к отопительному сезону гораздо дешевле, чем устранять последствия пожара. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бабруйск, 360. Замок на границе, цены на звонки и праздник к нам приходят. В стране откроют уникальную выставку елочных игрушек. Где их посмотреть? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска из Латвии, Литвы, Польши и Украины. Это связано с эпид-обстановкой. Под ограничения не попадают сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, водители международных автомобильных перевозок. Граждан Беларуси через государственную границу на въезд в страну тоже пропускают. В стране приняли новые строительные нормы. Это документы, которые заинтересуют всех участников процесса возведения зданий и проектирования, а также простых граждан. На первом месте техническая безопасность сооружений с массовым скоплением людей. Новые нормы предусматривают энергоэффективность и более детальное оснащение системами видеонаблюдения, металлоискателями и выходами для эвакуации людей. Белавиа продлила пристановку рейсов в Ашхабад до 1 января. В Ригу Таллин и Ларнаку авиакомпания не будет летать до 14 ноября. Полеты во все пункты Грузии не будут выполняться до конца этого месяца. До 27 марта не будет рейсов в Будапешт и Алматы, кроме 8 ноября. Приостановлены полеты и во все пункты России, кроме Московского аэропорта Домодедова, так как отсутствует разрешение со стороны Федерации. С 1 ноября между Беларусью и Россией начнут действовать новые тарифы на мобильную связь. Они снизятся с 30 до 1,5 цента. Следовательно, существенно подешевеют и сами звонки. Пробный для компании период продлится два месяца. С 1 ноября подорожают и внутренние тарифы. Мобильный оператор МТС увеличит цены на 4%. 4 числа повысит стоимость на свои услуги и А1. Национальный исторический музей Беларуси приглашает на выставку елочных игрушек. Она заработает 7 ноября. Гостям расскажут об истории производства стеклянных украшений середины 19 века до наших дней. В числе экспонатов уникальные игрушки из Европы, Азии, Австралии, Америки и Африки, аналогов которым нет ни в одном Европейском музее. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением на болевшие проблемы? Есть эксклюзив? Корреспонденты попроси к 360. Готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Дорога не место для игр в Могилевской области. Проходит неделя детской безопасности. В рамках акции инспекторы ГАИ напоминают водителям и пешеходам, как маленьким, так и взрослым, правила дорожного движения. Особое внимание использованию фликеров и правилам безопасной перевозки детей. Накануне милиционеры Бобруйского РОВД провели рейд вблизи школы деревни Химы. Здесь учатся более 140 ребят. Многих родителей привозят на машине. Инспекторы проверили наличие детских кресел в салоне и напомнили ПДД. Детям добросовестных родителей подарили игрушки. В отсутствие детского кресла у нас грозит административная ответственность по 18-14 части 5 КОАПа Республики Беларусь. А также, соответственно, в течение года, если еще раз данное правонарушение совершено, то там уже предусмотрена административная ответственность, но более уже другие санкции, статей, то есть уже ответственность идет от двух до пяти базовых величин. Всего с начала года в Бобруйском районе произошло три дорожно-транспортных происшествия с участием детей. В одном из случаев ребенок был не пристегнут и получил травмы. В двух других ДТП дети находились в креслах и отделались ушибами. В Бобруйске прошла трудовая акция за дело. Учащийся колледж Лилинского района взялись за грабли. Молодежный десант высадился вблизи озера Шаманка. Вооружившись необходимым инвентарем, ребята приступили к наведению порядка. Убираем листья, прошлись с мусорными пакетами, собрали мусор. Вот. Надеюсь, что этот красивый уголок нашего города станет еще лучше после усилий наших ребят. Мы считаем, что это важно, так как мы любим наш город и хотим доказать, что чистота в душе, чистота на улице. Мы участвуем в таких акциях всегда. Соблюдать чистоту. Я призываю всех, чтобы люди всегда за собой убирали, потому что мы должны беречь природу. БРСМ этим проектом призывают молодых людей внести свой вклад в нововведение порядка на территории малой родины. Причем каждый может самостоятельно выбирать места для благоустройства и определять виды работ. Шенунай собрал друзей. Ежегодный отчетный концерт заслуженного любительского коллектива Беларуси прошел на сцене Дворца искусств. Приданы зрителям новые песни и всеми любимые хиты. Все подробности далее. И проходит отчетный концерт Шенунай. Заслуженный любительский коллектив Беларуси уже давно соскал славу не только на родине, но и за ее пределами. Подтверждение тому многочисленные награды с международных вокальных конкурсов. Листья желтые над городом кружатся, стихи в шорохом на фото не отжатся. Бессменный руководитель коллектива Алла Ефименко. Вот уже на протяжении 28 лет она возглавляет кузницу талантов. Маленьких детей превращает в больших звезд. Этот отчетник слово отличается от других. Но даже коронавирус не помешал артистам петь. Непривычно. По зрителям. Неполный зал, как обычно, не аншлаг. Но видно время сейчас такое. И, конечно, чем больше зрителей, тем больше отдачи у артистов. Это каждый понимает. Но дети старались, взрослые выложились. Мы старались на полный зал работать. Название программы один раз в год. Со сцены Дворца искусств звучат песни о родине, любви, дружбе. Вторая часть шоу посвящена шлягерам 80-х и 90-х. Не пропустил концерт и Виталий Гордей. Бобруйская земля талантами не оскудевает, правильно? Что можно так сказать? Не беднеет. Поэтому каждый год это для меня праздник. Я приезжаю в Бобруйск и стараюсь именно попасть на тот момент, когда отчетник Шинанай. В этот вечер поют все. И зрительный зал, и родители воспитанников, и даже директор Дворца искусств. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Пасмурно и без осадков. Последние дни октября радуют относительно теплой и сухой погодой. Сегодня в Бобруйске было плюс 12. Периодически накрапывал дождь. Надолго ли тренд? Анастасия Шевцова. В субботу в стране будет преобладать облачная погода. Во всех регионах пройдут дожди. В некоторых районах сгустится туман. Днем воздух прогреется до плюс 11. В темное время суток термометр покажет от 2 до 8 тепла. Без зонта не обойтись. Дождь будет лить и в воскресенье. К тому же настало время сменить верхнюю одежду на более утепленную. Максимальная температура днем плюс 10. Ночью от 1 до 8. А вот снег обещают только к концу ноября. Число жертв урагана Зетта на юго-востоке США увеличилось до 6. Стихия обрушилась на континент в среду. Ветер срывал крыши домов, повредил линии электропередач и валил деревья. А пришедшие дожди затопили улицы. В разгар шторма от перебоев электроснабжения пострадали более 2,5 миллионов домов и предприятий. Растет и число жертв тайфуна Малавы во Вьетнаме. Погибли 20 человек. 42 пропали без вести и еще более 50 ранены. Стихия повредила более 90 тысяч домов. С перебоями в подаче электроэнергии столкнулись 718 общин. Из пострадавших районов эвакуированы 6 тысяч семей. В субботу в Бавруйске целый день будет лить дождь. Ветер умеренный до 5 метров в секунду. Днем столбик термометра поднимется до плюс 10. Ночью опустится до 7 тепла. В воскресенье зонтик по-прежнему пригодится. Осадки ожидаются до самого вечера. Северо-восточный ветер разгонится до 7 метров в секунду. В светлое время суток воздух прогреется до плюс 9. Ночью термометр покажет плюс 5. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бавруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Следите за новостями в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! КОНЕЦ! КОНЕЦ! obu! Субтитры подогнал «Симон»